Приветствую вас, давайте расперём ваш вопрос. Была с коллегой, фриланс, непонятная здесь ситуация, потом она через сети открытой обо мне плохо отзывалась, после этого я работаю, но как будто она унизила меня, а сама хоть её и заблокировала, втихую подглядываю за ней, хотя понимала, не надо. У меня на ручной границе самооценка и деньги текают, хотя работаю много сутками на долги, и как-то не знаю, как пережить ситуацию и идти дальше, не оглядываясь ни на кого-то, закопываясь головой, понимая всё в голове, но не знаю, как. Ну, вы пишите о том, что... А, вы пишите о том, что понимаете, ну вот, понимаете... Понимаете всё в голове, как вы говорите, но при этом, как бы, вот, пишите, что, ну, грубо говоря, подглядываете за коллегой втихую, да, и, в общем-то, если вы подглядываете за коллегой, то, наверное, вы для чего-то, зачем-то это делаете, вот. Так, может быть, вы всё же не совсем всё понимаете, потому что если бы вы, на мой взгляд, всё понимали, то, наверное, и за коллегой бы в таком случае не подглядывали бы. А так, коли вы это делаете, то, возможно, не так уж вы и хорошо всё понимаете в этом смысле. Ну, вот, поэтому я думаю, что вам нужно, как минимум, ну, посмотреть на то, хотя бы для чего вы это делаете, чего вы хотите. Вот, когда, ну, грубо говоря, да, когда вы смотрите за ней, вот, хотя бы начать, вот, с этого аспекта, вот. Дальше вы говорите о том, что была непонятна ситуация с коллегой, что тоже, ну, как бы намекает на просьбу, вот, непонятна эта ситуация для вас, вот. То есть вы её не понимаете, вам она непонятна, эта ситуация, вот. Ну, логично, опять же. Предположить, что если вам эта ситуация непонятна, вот, то, значит, вы её не понимаете. Вот, а если вы не понимаете ситуацию, если вы не понимаете ситуацию, вот, что, ну, наверное, опять же, вы не совсем всё понимаете, вот. Вот, поэтому я думаю, что, вот, ну, если мы ставим вопрос о том, если мы ставим вопрос о том, что и как вы понимаете, то здесь, наверное, оно не всё так, очевидно, не всё так. Однозначно получается, по факту, вот. Дальше вы говорите о том, что у вас сноценка, значит, ну, нарушена, и утекают деньги, вот, и личные границы нарушены. Вот, ну, если, если так, то, пожалуй, пожалуй, со всеми этими моментами и со всеми этими аспектами нужно, наверное, работать. Как вы, ну, как вы думаете сами, вот. А то ведь, согласитесь, немножко странно получается, что вы хотите идти, да, как вы говорите, значит, вперёд, вы хотите идти, как вы выражаетесь, значит, ну, как-то вот по жизни, да, некогда. Наглядываясь, вот, и в принципе, ну, в принципе, в принципе, в принципе, я вас понимаю, что вы хотите этого, но пока это же за счёт чего-то происходит. То есть это не произойдёт, вот, ну, просто так, вот, как бы, ну, само собой, да, вот, поэтому нужно для этого что-то делать, чтобы это, ну, вот, чтобы это случилось, чтобы это произошло, вот. Ну, соответственно, вопрос возникал, да, есть ли у вас возможность, есть ли у вас ресурсы, вот, для того, чтобы сейчас идти, вот, по жизни, опять же, как вы говорите, не оглядываясь. Вот, если у вас, если у вас сейчас такой ресурс, вот, ну, на мой, на мой взгляд, на мой взгляд, такого ресурса у вас нет. Опять же, на мой взгляд, подчёркиваю, потому что вы этому уделяете много внимания. За счёт чего вы уделяете много внимания? Вот это уже очень интересный вопрос. За счёт чего? Почему такое внимание вы уделяете этому, да? Откуда столько внимания? Откуда столько внимания этому? Вот, есть такое ощущение, да, что вы, значит, здесь упускаете вот одну из своих потребностей, вот, ну, базовых, вот. Что это за потребность? Ну, понятное дело, нужно смотреть, вот. Понятное дело, что нужно исследовать этот момент. Это понятно. Само собой. Вот. И уже тогда можно будет говорить о чём-то. Ну, пожалуй, как-то, как-то так. Я бы вам ответил с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Вот. Вы говорите, что, значит, вы говорите, что коллега вас унизила. Ну, вы говорите. Вот. И мне очень, мне очень стало интересно в этом смысле. Естественно, это неправда интерес. Мне стало интересно, а как? Вот как коллега вас унизила? Чем она вас унизила? Вот. Вот. По возможности было бы здорово, если если бы вы как можно полнее ответили на этот вопрос. Вот. То есть, как вы поняли? Вот. Как вы почувствовали? Да? Что коллега вас унизила? Вот. Ну, наверное. Наверное. Опять же. Наверное. Значит. Что же надо указывать? Что коллега вас унизила? Да? Вот. Ну, именно для вас. Именно для вас. Что-то указывала на это. Это вот очень важный, как, я думаю, объект. Потому что, ну, если вы вот почувствовали себя, ну, как-то, вот, 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 хуже в этой ситуации, то вот, ну, не знаю, опять же, постараться понять и увидеть, что произошло. И на мой взгляд, на мой взгляд, именно в том, что вас унизило, вот, как вы почувствовали унижение, вот. А вот, на мой взгляд, именно в этом контексте. И будет для вас ответ на вопрос. Собственно. Собственно. Как вам ваши проблемы решить? Вот. Ну, проблему я имею в виду, я имею в виду, вот, самооценки границ и прочего. Вот. Я думаю, да, я думаю, так. Можно вам ответить на вопрос. Я желаю вам всего самого доброго. Буду вам благодарен за обратную слезь по моему ответу. Это, в общем-то, позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые, ну, базовые постелапы для психотерапии. Вот. Вот. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Продолжение следует... Продолжение следует...